Банкир ТВ А также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров И вначале о главных экономических новостях В понедельник главным событием макроэкономического календаря стала уже состоявшаяся публикация протоколов заседания Комитетов кредитно-денежной политики Японии и Австралии В Японии также вышел индекс делового доверия Reuters-Tankan Швейцарское бюро статистики опубликовало сальдо торгового баланса Опубликованный объем промышленного производства ЕС стал наиболее важным из запланированных экономических новостей Старого Света Кроме этого, Евросоюз обнародовал индекс цен производителей в месячном и годовом исчислении Данные Института нефти США относительно недельных запасов черного золота окажут значительное влияние на энергетические рынки В дополнение, в Америке состоится аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций На фондовом рынке возможен ажиотаж из-за ожиданий после закрытия торгов отчетности компаний Apple и Microsoft Не сумев преодолеть поддержку на уровне 1.08, паре евро-доллар удалось отвоевать часть утраченных за последнее время позиций и приблизиться к верхней границе ценового коридора 1.08.64 В нашем дальнейшем прогнозе на сегодня предполагаем активизацию продавцов и снижение котировок к уровням 1.08.10, а возможно и ниже к уровню 1.07.80 Как мы и ожидали, с открытием европейских торговых площадок медведи по фунту перешли в наступление, что позволило котировкам удачно закрепиться ниже поддержки 1.55.50 Мы предполагаем продолжение нисходящего движения к уровням 1.55.30, 1.55, 1.54.60 Цена на золото продолжила неуверенную коррекцию после обвального снижения на вчерашних торгах В нашем прогнозе по дальнейшей ценовой динамике этого драгоценного металла предполагаем снижение к уровням 1.104, 1.101, 1.096 В нашем прогнозе по серебру ожидаем снижение до уровней 14.75, 14.65 и 14.50 за унцию Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе